Сегодня эта семейная пара хорошо известна в Гродно. Евгений Бузук – руководитель одного из медучреждений города и вместе с тем известный фотограф. Светлана – преподаватель медуниверситета и успешный психотерапевт. Немалую лепту в успехи семьи вкладывает ее молодое поколение. Дочь Александра серьезно занимается танцами и уже имеет множество побед на престижных турнирах и конкурсах. А между тем, с тех пор, как Светлана и Евгений Бузук решили создать семью, прошло ровно 14 лет. С того же момента, как впервые увидели друг друга, почти 20. Мы тоже иногда же не так сидим, думаем, боже, как давно мы друг друга знаем. Получается, полжизни друг друга знаем, даже уже чуть больше, потому что в 17 лет познакомились, сейчас 37, ну 20 лет мы уже знаем друг друга. Но оказывается, их по друг другу был далеко не прост. И хоть знакомые они еще со времен своего студенчества учились вместе в мединституте, разглядели друг друга не сразу. Когда я его увидела, это не была любовь с первого взгляда, как иногда любят говорить или как у некоторых есть. Познакомились мы в институте, тогда еще был институт, потом уже стал медицинским университетом. На первом курсе. Мне он очень, если честно, понравился, но в первую очередь понравился его, ну скажем так, ум, эрудиция. То с одной стороны, то с другой стороны. Мои однокурсники стали говорить, ну посмотри, какая красавица. Я так смотрю, думаю, что вы в ней все нашли. То есть я как-то не то чтобы сразу не заметил, ну девушка, да, ну вроде девушка, ничего такая. Но так, чтобы прям вот я был в полном восторге, то, наверное, сначала нет. Потом как-то познакомились ближе. Я понял, что оказывается, да, оказывается, она не только симпатичная, еще и умная. И вот как-то вот так все и закрутилось. Пять лет, пока учились, они продолжали узнавать друг друга. Поженились лишь на последнем курсе. И сразу же по распределению отправились вместе в Гумель. В Гумель было хорошо. Вот, знаете, несмотря на то, что мы не сильно, конечно, хотели туда ехать, ну, направили и направили. Понятное дело, не хотелось оставлять здесь все, что есть в городе Гродно, да и знакомства, и друзья. Но мы поехали, я абсолютно не жалею. Прекрасный Гумель, были прекрасные люди, прекрасные наставники вот наши. То есть Женя проходила интернатуру. Мы вместе по психиатрии и наркологии тогда еще. И Женя, и я как бы психиатр-наркологи по своему первому, скажем так, призванию. Поэтому не жалели все как-то так. Дочка там наша родилась в Гумеле. То есть вот мы ее иногда гомельчанкой называем. Совместные испытания семью только сближали. И все, что происходило, шло ей во благо. И вот мы вернулись в Гродно, поступили в аспирантуру, занимались научной, скажем, деятельностью. Ну, писали диссертации. Для Светланы медицина так и осталась главным делом ее жизни. Я осталась врачом. Просто, ну, изначально, да, эта специальность была психиатр-нарколог. Потом я когда поступила в аспирантуру на кафедру медицинской психологии, психотерапии, конечно, я стала, ну, переквалифицировалась, стала психотерапевтом. Я об этом не жалею. Я эту профессию специально, скажем так, обожаю. А вот у Евгения со временем отношение к профессии поменялось настолько, что однажды он принял решение уйти из медицины. Светлана его поддержала. Ну, я была рада, потому что я видела, что это не его. Хотя его любили пациенты, он работал психиатром в мужском и психиатрическом отделении. У него хорошо получалось с ними общаться. Его любили студенты, он преподавал на кафедре. Я чувствовал, что это не совсем мое. Я чувствовал, что мое призвание, наверное, где-то в другом месте. И так получилось, что вот, несмотря на 7 лет, проведенных в медицине, ну, помимо университета, я принял решение, что пора заканчивать. Я ушел полностью в фотографию. Ну, хотя, справедливости ради, я сейчас в медицину вернулся, но немножко с другой стороны. Фотография, конечно же, тоже осталась. Как важная, неотъемлемая часть жизни. Кстати, началось это увлечение еще во времена студенчества, когда в обиходе только появились первые цифровые камеры. Это же прям манна небесная. Это вот бери камеру, ничего учиться не надо, ничего осваивать не надо, иди и снимай. Я взял камеру, пошел снимать и понял, что что-то здесь не так. Несмотря на то, что вроде как ты сразу видишь картинку, вроде же должно все получаться. Так не получается. Пришлось учиться, пришлось осваивать, и я понял, что я погрузился в это настолько, что это стало мне ближе, чем вот все, чем я занимался до сих пор. В жизни важно найти дело по себе. Дело то, что получается лучше всего. Глядя на родителей, к этому стремится и младшее поколение семьи. Александра, например, нашла себя в танце. Я помню, как меня родители завели на турнир в Гродно. И там были взрослые девочки, мальчики. Ну, не только. Мне нравилось, как они танцевали. Это было очень красиво. Красиво выглядели, красиво танцевали. Со стразами на платьях, с макияжем. Это было очень все красиво. И мне захотелось также научиться танцевать. Танцевать и просто красиво так же выглядеть и краситься. И вот сейчас я танцую с Ником Сениным. И мы очень хорошо выступаем. Мы танцуем уже два года. Но дело в том, что он старше меня на два года. И я танцую не в своей категории. То есть я танцую там, где уже можно и краситься, и платье со стразами. Уже два года. Сейчас мы перешли еще в более старшую категорию. И там вообще я не по возрасту. Но я стараюсь танцевать технично. И так же, как они. Ну, мы не вели ее к чемпионству. Мы как к этому всему относились? Что если ты занимаешься, ты должна заниматься не то, что в полную силу, а как-то добросовестно. Не вот так вот. Тут занимаюсь, тут не занимаюсь. Вот к этому мы вели. Чтобы была какая-то такая дисциплина. Вот как-то вот больше на это мы были направлены. Что в жизни нужно, вот если ты что-то делаешь, уже доделывать до конца. Вот какие-то ставить цели хоть маленькие, достигать их. Вот так. Мы на чемпионате Республики Беларусь в юниорах два. Заняли второе место. И когда занимаешь второе место, едешь на чемпионат мира. На чемпионате мира мы тоже хорошо выступили. И там, конечно, было много пар, много сильных из практически всех стран. И мы заняли 18 место в четверть финале. Но это для нас было очень хорошо. Конечно, был период, когда ей тоже было тяжело. Особенно, наверное, первый, второй год. Был один партнер, потом второй партнер. Пришлось начинать все сначала. И было, наверное, у нее желание все это не то, чтобы бросить, но как-то так вот. Ну, мы с ней поговорили насчет того, что, ну, хочешь ли ты вообще этим заниматься. Она хотела. И хотела тогда, и хочет сейчас. И я понимаю, что это вот как у меня с фотографией. Чем бы она ни занималась в жизни, я думаю, что танцы где-то всегда рядом с ней будут. Мне нравится тренироваться и так далее. Я не хотела бросать любимое дело, которым уже занимаюсь 8 лет. И если бросать его, то очень жалко всех моих трудов и остальных моих усилий, которые я прикладывала для того, чтобы добиться таких результатов. В последний год я не так уж и рассчитывала, чтобы у меня было второе место. Но когда это случилось, я очень радовалась. И для меня это была победа, в первую очередь, над собой. Я вообще не очень склонен отдавать детей куда-то. Такое слово, оно не предполагает воли ребенка. Мне больше нравится направить. Мне больше нравится вариант посоветоваться, спросить. А что тебе нравится? Младший, он у нас совершенно другой. Он очень темпераментный, очень шустрый, очень быстрый. Я пока даже не знаю, куда с таким темпераментом его направить. Жена что-то говорила про футбол. Ну, надеюсь, что больше в шутку. У нас тут и разногласия, ну, муж так в полушутку, полусерьез в танцы. У нас же уже есть, в общем-то, персональный тренер, потому что он все думает, что Сашка, как сестра, тоже поможет брата тренировать. Я категорически против. Я почему? Ну, опять-таки, он подрастет, выберет сам. Но я его как-то больше в футболе, ну, вот вижу в футболе. То есть мальчик, он у нас активный, и у меня вот он ассоциируется с футболом. За годы совместной жизни в их семье сложились свои определенные правила, которым и стараются следовать. В решении сложных моментов помогают и профессиональные знания психологии. Не даром ведь наличие в семье своего персонального психотерапевта. А я вам скажу, что мне помогает. Вот умение проявлять какую-то такую эмпатию, умение останавливать себя в каких-то моментах, умение прислушиваться, потому что как мы работаем с клиентом? На этом же и работе, на эмпатии. Мы смотрим на него, и нам главное понять, вчувствоваться в его состоянии, да, а не свое что-то доказывать. И вот это в семье очень помогает. Но вместе с тем методики семейной терапии дома не отрабатываются. Здесь просто умеют слушать друг друга и имеют желание идти друг к другу навстречу. Хотелось бы верить, что у нас демократия. И хотелось бы верить, что мы решения принимаем совместно. Но в то же время где-то я так подозреваю, что моих, наверное, решений чуть больше. Не могу сказать, что я лидер, ну, потому что, опять же, мне не очень нравится вот это вот мужчина, глава семьи, а женщина там сидит себе на кухне. Что мне нравится в нашей семье? То, что у каждого из нас есть большая доля самостоятельности. Ну, пожалуй, последнее слово действительно замужем. То есть мне так кажется, как бы мне иногда чего-то там не нравилось, не хотелось, но я уже знаю, что как бы ты себе не думала, Женя примет решение, и мне придется с этим согласиться. Хотя у нас нет таких разногласий, что прям вот он черный, а я белый. Такого нет. Но такого явного, такой иерархии. Может быть, я чего-то упускаю про свою семью, там, не знаю. Ну, вот такое, что власть у него, а я в подчинении. Ну, вроде такого нет. То есть я прекрасно понимаю, что и у нее, и у меня есть свои интересы. Да, есть общие интересы семьи, а есть интересы отдельного человека. И мне кажется, у нас получается совмещать и общие интересы, и интересы семьи. Среди общих интересов семьи, конечно же, и общий дом. Вернее, это квартира, которую приобрели не так и давно, но уже успели притворить здесь в жизнь все свои представления о том, каким должно быть жилище, идеальное именно для их семьи. Мы сели и решили. Так, давайте для начала определимся, в каком стиле все это будет. Отлично. Что там? Прованс? Ну, ладно, хорошо. Давайте посмотрим, сколько стоит мебель в стиле Прованс. Мы посмотрели, поняли. Хм, мебель в стиле Прованс стоит столько, что мы не потянем даже одну комнату. Ну, ладно, давайте придумать что-то другое. Залезли в интернет, посмотрели какие-то идеи, и вот из этих вот идей, из большого числа идей, сложилась какая-то общая картина. То есть общую картину, да, делал я. Но декором занимается жена. Вот подушечки, вот какие-нибудь там шторки, вот такого плана, да, вообще он даже не лезет. Но вот в плане вот действительно основного такого, чем наполнить, да, вот этот вот наш вот этот вот камин, псевдокамин так называемый там с деревом, это Женя больше, там какие-то вот такие, что пол у нас будет исключительно деревянный, про ламинат можешь даже забыть. Хорошо, забыла, я рада, деревянный пол, все окей. Ну, то есть вот такой. Двери у нас будут вот такие, я согласна, вот допустим. Да, паука повесим, как он говорит, вот вместо люстры на потолок. Ну, паука, ну, как там нет, паука? Ну, ладно, вешаем паука. Может, ты и прав, вот так вот все это как-то необычно. Все это очень спонтанно так получилось. Мы, когда вот это все обустраивали, мы понимали, что зал должен быть многофункциональным, что здесь должен быть еще и мой кабинет, и в то же время здесь должно быть место какое-то такое уютное. Изначально здесь вообще просто предполагалась деревянная стена, ну, чтобы как-то разнообразить интерьер. Потом где-то в интернете я увидел вот такие варианты, что-то подобие каминов. Это, как и все в жизни, промежуточный вариант. Я думаю, что еще что-то будет добавляться в дальнейшем. Просто хотелось некий черновик, может быть. Но черновик, в котором уже вот можно приятно жить и который в дальнейшем можно дорисовывать. В результате живое творческое пространство, которое можно бесконечно дорисовывать и переделывать, образовалось в каждом уголке этой квартиры, включая детскую. Подбирали мебель, все в цветовую гамму, это мыс-па. И, конечно, выбирала кровать и стол, и все остальное я. Но все остальное делал папу, потому что у него, мне кажется, это лучше получается. Органично вписались в интерьер комнаты и победные трофеи Александры в виде медалей и кубков, а также мини-коллекция с фигурками балерин, начало которой было положено во время поездки в Париж. Папа мне ее купил, и тогда я решила как бы вести такую мини-коллекцию балерин. И поскольку я люблю танцы, это уже практически моя жизнь, то я решила все связать с танцами, в том числе интерьер моей комнаты. К слову, путешествие – еще одна совместная семейная традиция. Расширяя географию совместных поездок, семья только укрепляется. Такая основная мечта – это чтобы всегда была возможность и, конечно же, средство для путешествий. Вот это то, что мы любили всегда. До рождения Леши мы, конечно, выезжали, ездили гораздо чаще. Ну, маленький ребенок, как-то немножко все-таки это было сложновато. Очень много мы путешествовали. Наша дочка где-то уже в лет 10, наверное, была уже в 12 странах. Я люблю путешествовать, и семья любит путешествовать. Мне нравится даже не только само путешествие, но и момент подготовки к нему. То есть что-то новое находишь и показываешь это тем людям, которых любишь, которым хотелось бы это показать. И вот это такие маленькие мечты. Так и воспринимается каждое новое путешествие, как воплощение маленькой мечты, после которой неизбежно появляется новая, и она тоже требует своего воплощения. Наверное, у нас какое-то сейчас затишье, ну, таких планов, каких-то масштабных, то и нет. Опять же, вот знаете, это из того разряда, что я не хочу планировать все на всю жизнь вперед. Это так же, как получилось со мной. Ведь наверняка, когда родители воспитывали меня и настаивали, чтобы я пошел в медицинский университет, предполагалось, что я буду врачом, что я буду где-то работать. То есть некий такой план был выстроен. А я вот так не люблю вот этих планов долгосрочных, потому что понимаю, что, ну, ведь может и не сбыться. Поэтому надо жить тем, что есть сейчас. Жить тем, что есть сейчас, наслаждаться всем, что приносит каждый новый день, в этом тоже немало радости. Как и немало в ежедневной жизни новых интересных моментов. И их важно не только увидеть, но и научиться ценить. А научаешься, знаете, когда? Когда ты понимаешь, что вот с этим человеком собираешься жить, и если ты даешь себе четкий ответ, да, несмотря ни на что, ты тот человек, которого я выбрала, и я хочу с ним жить, значит, находятся всегда ответы в каких-то кризисных ситуациях, в каких-то таких моментах, всегда. Что же касается кризисных ситуаций, то в их семейной жизни они тоже, конечно же, случались. Да есть, потому что оно действительно есть. Навскидку, я уже сейчас прям не вспомню за счет там, почему и как, но это бывает, это бывает. Раньше хлопали дверями было, то есть тоже это все с возрастом приходит. И уходили, хлопали дверями, уходили где-то прогуливаться, чтобы не видеть друг друга остыть. Было такое лет, ну, сколько, то есть в браке 14, ну, лет 7-8 назад еще такое было, да. То есть я этот, конечно, период очень не любила, он очень меня напрягал. Но мы научились, мы как бы выработали что-то такие свои социальные навыки в семье, то есть как можно коммуницировать по-другому и прислушиваться, что давай сядем, поговорим, давай обсудим. Ну, что вот это напряжение? Ну, ты хлопнул дверью, я хлопнула дверью, что дальше? И оказывается, при этом очень важно не просто задавать себе простые вопросы, но и стараться по возможности честно на них отвечать. Ради семьи и, конечно же, ради любви. Еще ты спрашиваешь себя, ты вообще любишь этого человека? То есть если любишь, все, то есть ты будешь с ним, ты опять-таки будешь что-то с ним преодолевать вместе. То самое доверие, о котором я говорил, оно ведь тоже часть любви. Да и вообще строительство каких-то планов, когда я что-то себе надумываю, что-то делаю, я ведь не думаю только про себя. Хотелось бы, чтобы в этих планах участвовала вся семья. И вот для меня вот это тоже любовь, когда мы вместе. Да, есть я один, но есть мы вместе. И я свою жизнь не вижу отдельно вообще от своей семьи. И вот для меня это тоже любовь.